Законопроект Поэтому делось только для того, чтобы наш совет русских гражданин, российский гражданин смог наконец-то спокойно выполнить свою, одну из главных обязанностей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что мне делать, если мне удали повестку? Направляться в военкомат. Так а зачем? Я не хочу умирать на Украине. Ну, это обязанность всех граждан Российской Федерации. Делось только для того, чтобы наш совет русских гражданин, российский гражданин смог наконец-то спокойно выполнить свою, одну из главных обязанностей. Ну, это обязанность всех граждан Российской Федерации. Вот ты сказал действительно очень важную вещь, которая является, наверное, стержнем, краеугольным камнем российской пропаганды, вот этой постмодернистской сурковщины, да, песковщины, скобеевщины. Когда информация в таких поступает количествах, что, причем абсолютно умышленно, с тем, чтобы человек просто потерялся или не знал, что к чему и что, собственно, пришел к такому выводу, что правды нет. Вот это то, что называет Питер Померанцев, известный тебе, британский журналист родом из Киева, мой товарищ, я думаю, ты тоже его хорошо знаешь, это over abundance of information, излишество информации, собственно, когда ты не утверждаешь ничего, просто вот закидываешь людей испанскими диспетчерами, помнишь, по поводу MH17, или вот стрелковскими трупами, да, препарированными, которыми были набиты самолеты и так далее. И Россия этим пользуется, как бы, и это самое главное. Россия вообще пользуется большим количеством идиотов в современном мире, просто в современном мире, понимаешь, раньше так это не влияло, потому что идиоту, во-первых, не было доступно столько информации, он в нем не нуждался, в ней не нуждался, да, а сейчас ее не искал. Он жил спокойно, трудился, делал какие-то полезные дела, ведь совсем не, у меня, например, мозг, интеллект вообще у меня не коррелируется с качественным, плохой или хорошей, и даже человек душевно больной, даже с таким ужасными диагнозами, он вообще ни разу не плохой, да. Проблема только в том, что вы же душевно больному человеку не поручите электричество у себя дома прокладывать, да, там, или, например, не оставите там человека с шизофренией нянчить вашего ребенка, да. А тут получается такая история, что у людей, не способных анализировать, не способных взвешивать, не способных принимать ответственные решения, появилось такое право, всеобщеизбирательное право, и это как-то еще можно было терпеть на этапе, когда не все были вовлечены вот в эту медийную истерию. А сейчас эти соцсети, каждая, каждая маша из Мухасранска решает судьбы Америки, да, это страшно на самом деле, это каждый вот этот зомбированный ушлепок идет там бороться за унитаз, убивает целую семью там с мировым сионизмом там или с чем-то еще там, понимаешь, это реальное сумасшествие. И вот с этим это порождает, например, дальше такие общественные явления, как Грета Тунберг, да, вот условная Грета Тунберг, это такая борьба... Не дает тебе жизнь Грета, не любишь ты ее. Нет, я очень люблю, она хорошая девочка, все нормально у нее, я просто к тому, что вот когда у тебя дом подпаливает, а ты, значит, спасаешь кузнечиков за собой вот рядом, прям в 10 метрах, да, вот ты спасаешь коал, у тебя тут Путин ядерным оружием переполненный, готовится к мировой войне, а ты спасаешь коал в Австралии, да, при этом тебе помогает бывший вице-президент Соединенных Штатов, да, и это все как-то идиотизм легализованный. Кто сейчас про это помнит? Кому сейчас вообще интересно это потепление? Я всегда говорил, люди, проблема, проблема, это всемирное потупление, это неоспособность ранжировать риски. Но вот понимаешь, как это опять объяснить? Вот есть какие-то вещи, которые элементарно, есть предохранители, есть какие-то крючки на дверях, есть вот эти, да, но когда вот это сбито все, когда ты открываешь окно, там метель, ты не понимаешь, почему холодно, здесь у тебя кипит самовар, там электрическая какая-нибудь там, я не знаю, сколько выжималка работает, все это кругом летает перья из подушек, потому что там веселишься с детьми. То есть просто пипец дурдом, понимаешь? Система, дверь должна быть закрыта, сигнализация работает, если у тебя медведь за забором, не надо его прикармливать мисочкой, да, он съест своего ребенка, пляха-муха, думай головой, понимаешь? Ну, Айдар, мы сейчас про леваков отдельно поговорим, то, что ты говоришь, действительно, я, возможно, для многих являюсь таким стереотипичным каким-то леваком, все-таки я... То есть ты считаешь, что можно с маньяками договариваться, что ли? Не-не-не-не-не-не, вот как раз к тому и введу, что если я жил последние 20 лет в либеральном левацком городе Нью-Йорк, во многом действительно приходится переосмыслять многие вещи, в том числе, что касается вот на направлении российско-украинском, по поводу войны, просто передаю очень короткая вот такая зарисовка. Разговоры с моими друзьями-леваками в Америке, которые все эти годы, допустим, выступали против открытия этой нефтяного комплекса труб, которые соединяют США с Канадой. Keystone Pipeline, так называемый. Это было очень серьезное вообще дело всех леваков, всех зеленых и так далее, но вот началась, в том числе и с числа, допустим, украинской диаспоры. Вот я говорил с одним из таких, сразу же после войны, и вот сказал, знаешь, надо пересмотреть вообще всю нашу оппозицию по поводу этого, потому что нам нужно выдавать нефть на рынок, с тем, чтобы европейцы смогли избавиться от российской нефты. То есть, вот буквально в одночасье все эти установки были пересмотрены. Но в Германии, что же самое, в Германии, Кремль, все эти левацкие движения, это раньше они финансировали компартии по всему миру. Сейчас они финансируют леваков, и многие рядовые леваки даже могут не знать об этом. Вот, например, левацкое движение в Германии, которое боролось за закрытие всех атомных электростанций, что привело к колоссальному зависимости от газа российского, что привело Путина к уверенности, что ему ничего не будет, что привело к бомбежкам украинских городов. И вот все прямая связь между спонсируемыми русскими леваками и правыми, так само, да, где надо. Они же им все равно абсолютно, да, лишь бы бордель был, вот этот вот, кордебалет безумный, пляски на фоне, на фоне, как он там готовил мировой пожар, да. Вот и все. Все эти желтые жилеты, все эти, все эти там левацкие всякие, короче. Леваков-то, знаешь, тоже не очень интересно, мы же с тобой не в психиатрии. Про леваков чуть-чуть позже, смотри, я все-таки давай не буду отходить далеко слишком. Мы сейчас поговорили о том, как Путин руководит сейчас войной, которая явно застопорилась, в том числе на Востоке. И нельзя, не путайте то, что я говорю сейчас с шапкозакидательствами, с тем, что победа в кармане, все еще, все очень сложно. И мне интересно вот послушать, услышать твое мнение уже в более таком глобальном, опять-таки, геополитическом аспекте. Тот факт, что мы, судя по всему, слышим меньше этого ядерного шантажа от Кремля. И, собственно, западные игроки, британцы, британская разведка говорит, что, судя по всему, это действительно блеф. Они ведут себя, учитывая, Армштайн, выделение Америки, Украине, такого количества оружия, говорит о том, что запад всерьез, этот ядерный шантаж все-таки не склонен считать. Ну, по крайней мере, сравнить это с нескольким месяцем назад или месяц назад. То есть, согласен ты с тем, что все-таки ядерный шантаж сейчас от России, этот месседж, немножко загасили? И с чем ты это связываешь? Ну, во-первых, с тем, что все-таки Запад встал в роль врача-психиатра, а не в роль такого же пациента, просто из соседней палаты. Он понял всю эту игру путинскую. Ну, там есть умные люди все-таки, да. Не везде леваки у власти и популисты, и не каждая страна Франция, да, все-таки. Ну, значит, поэтому, конечно, никто не может быть уверен до конца в том, что сделает или не сделает Путин. И действительно, человек, который руководит на уровне бригадного генерала или полковника, и в том числе, кстати, хотел добавить, я это понял еще после того, как узнал про Зверцев Буча. Я понял, что, учитывая их вот эту иерархию, да, то есть я начальник-то дурак, ни один солдат не стал бы насиловать детей, там, убивать людей десятками и сотнями, если бы он не знал, что ему не просто за это ничто не будет. Если бы он не знал, что за это не похвалили, да, это так у них работает. Поэтому, я уверен абсолютно, что все эти видео на большом экране в бункере Путина транслируются в режиме непрерывном, я постоянно докладываю ситуацию на фронтах, докладываю, сколько расстреляно в Буче, сколько по списку убито женщин, детей и так далее. И вот этот солдат, который изнасиловал младенца, он же не прятал это куда-то, да, чтобы потом заниматься какими-то другими извращениями, он товарищам отсылал. То есть он говорил, смотрите, я добился больших успехов, чем вы, я изнасиловал младенца, меня за это похвалит командир, фюрер похвалит, там и так далее. Вот, поэтому, да, он действительно маньяк, это маньяки, и армия, там каждый маленький маньяк, чуть больше маньяк, чуть больше, такой глобальный маньяк Путин. Но, у маньяков есть одно свойство. Я много раз говорил, это коротко скажу, я брал интервью последнего маньяка, расстрелянного в Российской Федерации после 92-го года, потом был мораторий. Вот, и психология маньяков мне была интересна. Я сделал всем серьезное интервью для очень маленькой газеты, вот, и мне было 20 лет, мне было. И он мне сказал, одну мысль четко до меня донес, что маньяки никогда не побеждают, не душат, не нападают на тех, кто сопротивляется. Они сразу становятся на место, да, когда они понимают, что им звездец, и бегут. Они никогда, и они никогда, совершая свое преступление, не рассчитывают на самопожертвование. То есть, если террорист идет кого-то убивать, он говорит, террористическая армия, да, методы террористические. Суть маньякальная. Потому что маньяк, у него нет опции погибнуть за идею. Понимаешь, в чем дело? У него есть опция безнаказанно убить и наслаждаться. Наслаждаться кровью, страхом, жертвой и так далее. Вот они сейчас наслаждаются всей страной. Они вот сейчас смотрят разбитый нырю, потому что они дураки, они не понимают, кто его уничтожил. Они не понимают, что эти там живые люди живут. Понимают. Но это маньяческое стремление, буча, они наслаждаются. Вот это чеченцы, вот эти кадыросы, точнее, да, они же вообще не стесняются наслаждаются этими вещами, насилием, там, и так далее, да. А русские, которые еще и унижены этими кадыросами, там же сложная такая вот в этом рабском террариуме иерархия, да, значит, они им еще и завидуют, что у тех-тех-тех там ботинки новее, он может там на второй линии фронта насиловать женщин, пока этот дурак в окопе сидит там под украинским огнем и так далее. Или там мужчин. Короче, это иерархическое маниакальное государство. И вот про эдерный удар. Гарантий нет, конечно. Но я думаю, что действительно, ты прав. И Запад всерьез, это не рассматривает. Ну, во-первых, нет смысла этого рассматривать. То есть, ну, как ты можешь вот, ну, вот, ну, решил он ударить ядерно, ну и что? Вот из-за того, что он тебе будет угрожать, ты что должен? Ночами не спать, не любить своих детей, там, не готовиться к войне, не помогать Украине, замереть, лечь в гроб, ползти на кладбище, что? Ну, какие действия, если ты подозреваешь, что кто-то, ну, тебе говорят, там, завтра на тебя может упасть метеорит, ну и что дальше? Это обстоятельства непреодолимой силы. Надо только рассматривать реакции на него. Я думаю, что все реакции уже рассмотрены. Вплоть до ответного удара, упредительного удара, удара по бункерам, удара по командным пунктам, удара по линиям связи, радиоэлектронная борьба, спутниковая блокировка, все это, все это вновидение, и все. Конечно, это все сейчас активизировано, и, безусловно, это имеет место. Но вот то, что точно не надо учитывать мировым аналитикам и политикам, это вот эту, типа, ядерную дубинку. Да пошел ты нахер, вот и все. Мы занимаемся своим делом, мы защищаемся и делаем все как надо. Субтитры создавал DimaTorzok